Переходим к следующей теме, будем говорить об ужасающих фактах, которые были раскрыты после деоккупации Харьковской области. Начиная с марта этого года, Изюм, Харьковская область, подвергался беспрерывным авианалетам и бомбардировкам. В городе 80% зданий уничтожено российскими оккупантами. До полномасштабного вторжения население Изюма составляло приблизительно 47 тысяч жителей. После освобождения стало ясно, что в городе все полгода выживали под огнем 15 тысяч местных. Мир узнал об очередных циничных и ужасных преступлениях российской армии, массовые захоронения, пыточные тысячи разрушенных человеческих судеб. Эксгумация тел массового захоронения, освобожденного от российских оккупантов Изюма, займет еще несколько недель, заявил мэр города Валерий Марченко. 99% эксгумированных на сегодня тел со следами насилия, заявляют в областной военной администрации. Более 450 трупов, пенсионеры, дети, целые семьи, военнослужащие в СССР. В гробах, мешках, пододеяльниках, со связанными руками, с украинской символикой. Рядом со мной целая семья, молодая семья. Отец 88-го года рождения, жена 91-го и их маленькая дочь 2016-го года. Вот эта семья, семья Столпаковых, жена и муж Елена и Дмитрий, две их дочери. Оказалось, что недалеко похоронены еще и родители Лены, младшая сестра и бабушка. Все они были в подвале, который завалило вследствие авиаударов противника, сообщила нацполиция. Среди экспертов местные жители, кто-то лично хоронил сограждан, кто-то приходит к телам родственников. Сжимая написанный от руки список, близких ищет Владимир Колесник. Под номером 164 жена его брата, под номером 174 тетя. По улице Первомайской дом 2 был нанесен авиаудар. То, что я слышал, 74 человека в подвале привалило. Но раскопки людей, когда доставали, провели не сразу, в апреле это было. Люди уже стали разлагаться. Я утверждать не буду. Слышал, что в Капитоловке закапывали девчат молодых. Министерство здравоохранения Украины присылает врачей. Кабмин пообещал выплатить пенсии, которые накопились с февраля. Местные жители рассказывают журналистам, как над ними издевалась российская армия и лечили в оккупации. И потом Бог поможет. Люди выходят в город, открываются магазины, местные делятся своими историями. Григорий Приходько рассказывает. Жена погибла 8 марта. 5 метров не добежала до подвала. Я сидел, куда соседят, вышел. Говорят, не мучай бабушку. Он уже как-то, может, полчаса прошел. Говорят, не мучай. Он уже на том свете. Подвал дома Сергея Штанько, как у многих, завалило после авиаудара. А потом, рассказывает, руины дома еще и обстреляли из российских танков. Сергей пытался спасти соседку, которую зажало между руин. Звали ее Раиса, лет ей где-то 50-55. Она говорит, режь руку. Я отвечаю, вы что? Ну, пальцы я отрезала руку, говорю, я ж не доктор. Потом утром спускаюсь, а уже все. Глаза закрыл, накрыл. Десять пыточных нашли украинские правоохранители на освобожденных территориях Харьковской области. Шесть из них в Изюме. Российские военные обустраивали пыточные в отделениях полиции, горсоветах и военкоматах. Руководитель нацполиции Игорь Клименко сообщает, уже подтвердили убийство 40-летнего агрария в таких застенках. Его задушили. Удерживали военнопленных, гражданских. Они проводили здесь допросы тех, кто работал в органах местного самоуправления и силовых структурах. В показаниях службе безопасности Украины местные мужчины, оказавшиеся в застенках российских оккупантов, рассказывают, их пытали током и стреляли. Подозревали во всем, вербовали и искали военных. Вот так вот проводился у них допросы. Какие допросы задавались? Что они хотели вообще? Кого знаешь, кого сдать можешь. Расскажи, где живет, кто остался, кто за Украину, кто в Терамароне. Ну и все люди, в принципе, рассказывали, да? Ну, не знаю, я прошел, вот уж первый допрос у меня был, меня минут 40 током били. Как они еще пытали? Ток, да? Стреляли, ну, лично в меня стреляли. Стреляли из пневматики, да? Или из пневматики, или из газа, не знаю, потому что я был в мешке. Галина рассказывает, сын не выпускал ее никуда, а сам выходил в поисках еды, чтобы позвонить родственникам в Полтаву. В один из таких походов его задержали. Женщина позже узнала, мобилизованные в российскую армию жители неподконтрольных Украине территории Донбасса задержали сына и угрожали расстрелом. И его там на мосту, эти луганские или донецкие, разделили полностью. Он мне не говорил, он мне сказали люди. Мне говорят, представляли его, стрелить хотели. За что? За что, скоты такие погадные? После шести месяцев российской оккупации, без элементарных благ, цивилизации, под огнем, люди мечтают о крыше над головой, коммуникациях, пенсии и тишине. Надо восстановить дома, застеклить, дать свет, дать газ, дать воду. Будем жить дальше, пытаться, чтобы все было хорошо. Хотя бы пенсию отдали, у нас сейчас, мы с февраля не получали ни копейки. Говорят, что мы хотели, хоть немножко, так сказать, вернуться к жизни нормальной. Не сидеть это как-то и бояться. 80% города разрушено. Украинские правоохранители начинают расследование военных преступлений российской армии. Эксгумировали более 60 тел погибших. Мониторинговое агентство ООН по правам человека направило в Харьковскую область группу расследователей. Местные власти не исключают. Другие, не менее массовые захоронения, еще могут быть найдены. Юлия Безбородько, Алена Грамова, Надежда Сухорукова, Андрей Домовой. Для телеканала Freedom. Сейчас с нами на связи Дмитрий Чубенко, спикер Харьковской областной прокуратуры. Дмитрий, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый день. Судя по сообщениям средств массовой информации украинских, нет ни единого города, который был временно не подконтролен в Харьковской области, в котором российская армия не оставила следов зверств. Скажу так, есть село Уды, Харьковская область, там вообще не было ни одного человека, как туда зашли вооруженные силы Украины. Вот наши коллеги в материале, который только что видели наши зрители, говорили, что еще предстоит много чего расследовать. Какие сейчас есть уже итоги у Харьковской областной прокуратуры, в том числе предварительные, понятное дело, по действиям российской армии на территории ранее временно не подконтрольной Харьковской области, теперь уже освобожденной? Мы на данный момент уже документируем сотни фактов убийства людей за, по их проукраинским взглядам, когда они не соглашались с оккупационной властью. Также российские оккупанты убивали людей, которые служили в АТО, которые имели родственников, которые служили в АТО, либо же за надуманными какими-либо подозрениями о сотрудничестве с украинской властью. То есть кто-то подозревал, что передается украинским властям данные про оккупантов, либо же какие-то их позиции, после чего их закрывали в подвалы, пытали месяцами, неделями, били током. Часто эти пытки заканчивались убийствами. В эфире нашего телеканала, в интервью нашим коллегам, вы говорили о том, что на одном из тел, которые эксгумировали из массового захоронения в изюме, на руках и шее была веревка. И в том числе в марте в основное количество погибших было, захороненных, что вы говорили, что была зачистка. От кого? Я понимаю, наверное, не совсем такой профессиональный вопрос, и, наверное, не к прокуратуре, но тем не менее, вы, человек, который уже видели не единожды, десятки подобных дел сейчас, а зачищали от кого, интересно? От семей с детьми или от людей? Мне страшно представить, от кого. Русские зачищали население, которое было не согласно с ними. То есть под такие подозрения подпадали и взрослые, и дети, подпадали люди, на которых могли что-то наговорить соседи в силу их каких-то плохих отношений. Поэтому там была безвласть, полная бесконтрольность. То есть ситуация очень разная. С сведения счетов кого-либо из пророссийских коллаборантов местных с нашими украинскими гражданами, которые были на захваченной территории. Также были ситуации, когда пьяные русские военные избивали, убивали. Например, в селе Граково, Богатуховского района, планируется эксгумация тела, которое, по предварительной информации, местных убил во время оккупации российский снайпер пьяный. То есть для него это было развлечением убить человека, просто потому что он выпил из себя, так чувствовал. Дмитрий, у меня к вам вопрос, наверное, все же, да, не как к специалисту, как специалист, как спикер Харьковской областной прокуратуры. Вы имеете доступ к этой информации, вы знаете об этих фактах. У меня к вам вопрос, вот чисто как к человеку сегодня, да, сейчас мы каждый раз смотрим, когда это видео, каждый раз, когда узнаем об этой информации. Ну как-то сложно, мы журналисты, мы стараемся освещать и нейтрально подавать, беспристрастно, я имею в виду, что нейтрально, мы стараемся, мы не плачем в кадре, мы просто объективно освещаем и подаем то, что говорят люди. Ну сложно по-человечески каждый раз быть нейтральным, когда люди говорят о смерти своих детей, о смерти своих родных. Что вас, лично как человека, вот по изюму, по, возможно, другим местам, освобожденных после российской армии, что вас шокировало больше всего по действиям? Ну это же люди, вот российские солдаты, это же тоже люди, но по сути в вопросе, переформулируем, да, по действиям этих нелюдей. Вы знаете, жизнь каждого человека, она бесценна, она уникальна, и каждая смерть, она заставляет задуматься о том, за что человек погиб, за что с ним так поступили. Однозначно похоронение в изюме массовое, но от нахождения там мурашки по коже, это место, этот лес, там как бы присутствует запах этих трупов. На окраинах еще слышна стрельба, взрывы, попадали эти кадры, эти звуки в кадр. И, знаете, мурашки по коже, такая апатия в момент, когда ты находишься там, эти кресты деревянные. Что касается других ситуаций, то детские смерти, детские смерти, они особенно важны и для международного сообщества, и для нас, потому что дети, они беззащитны, они не могут управлять своей жизнью и хотя бы хоть как-то защитить себя. Если взрослый хоть какой-то имеет право, возможность выехать, хоть как-то объяснить свою позицию, почему, что он как сделал, то дети, погибшие от обстрелов, дети, погибшие под завалами, они не имели права выбора, они не имели возможности спастись. Это трогает до глубины души. И что касается объектов, где проходили эти пытки, в момент, ты когда находишься там, начинаешь представлять, как это всё примерно происходило, ощущение, настроение людей и настроение самого этой смиренности, и невозможности изменить последствия, невозможности как-либо что-либо предпринять, потому что вне зависимости от того, что ты сказал, если ты не владеешь информацией, тебя будут пытать дальше и тебе не дадут возможности оттуда уйти, пока ты не скажешь, что им нужно. А если ты говоришь то, что им нужно, они в силу того, что просто соглашаяся с ними, либо же идёшь у них на поводу, они тебя в дальнейшем просто уничтожают как пособника украинской власти, националиста и так далее. То есть обречённость, чувство обречённости, оно витает в таких местах, это очень сильно угнетает. Не знаю, насколько правильно сравнивать ситуацию в Украине с Холокостом, геноцидом еврейского народа, но мне кажется, что это, по сути дела, продолжение дела нацистов, такое Аушвиц-Бекернау в современных условиях. Есть информация также от Игоря Клименко, главы национальной полиции Украины, о том, что в Харьковской области нашли уже 10 пыточных российских оккупантов, 6 из них это только в Изюме, 6 в одном городе на 47 тысяч человек до начала полномасштабной войны. Клименко сообщил, что правоохранители установили, какие подразделения действовали в этих незаконных тюрьмах, в частности, это ОМОН из Тольятти, города Российской Федерации, Федеральная служба безопасности и также Росгвардия. Они избивали людей, издевались над ними, в частности, вырывали ногти плоскогубцами, душили удавками, держали в пластиковых боксах. Детали буквально далее. Хотел бы отметить, как люди сидели в этих так называемых карцерах. Это хуже, это камеры пыток. От руки было нацарапано «отче наш» на стенах. Другие граждане считали дни, сколько они в этих карцерах находятся. Были найдены и молотки, и удавки. Что такое удавка? Две металлических или деревянных палки, между ними проволока. И этой проволокой давили человека. Один из погибших граждан был задушен именно таким способом. Это сорокалетний аграрий. Вы, как представитель правоохранительного органа, не мне вам рассказывать, что у каждого преступления есть, собственно, своя цель. К примеру, обворовать человека, забрать деньги условно, если это какой-то разбой, к примеру. Ну и многое другое. Убить, чтобы получить что-то и так далее. Тут же цель, она, настолько ли она прозаична, что просто ваши коллеги, в том числе представители правоохранительных органов, говорят о том, что попросту подавить местное население, чтобы не было каких-то там протестных движений. Именно поэтому вот создают там и братские могилы появляются, и многое другое. Слушайте, но подавить какой-то митинг, это просто создать пыточное условно, и все. Ну не расстреливать детей в лесах от Изюма неподалеку. Ну дети не создадут. Тебе, русский оккупант, какого-то протестного движения. Вы понимаете тут цель конкретную? И в прокуратуре проговаривается ли это? Возможно, понятное дело, в делах об этом не пишут, но между собой вы же говорите об этом. Мы при расследовании ставим для себя цель в том числе и получить понимание того, для чего это делается, потому что сдачей расследования является установление всех объективных обстоятельств для того, чтобы сопоставить данные и сложить логическую цепочку. Что касается действий оккупантов на захваченной территории, то ее целью являлось терроризирование местного населения, подавление любого сопротивления местного, чтобы ни у кого даже близко не было желания помочь Украине вернуться на эти территории путем передачи информации, либо же какого-то партизанского сопротивления. Люди, которые там находились, я про русских, им нужно было удержать эту территорию, им нужно было что-то делать. Что они делали? Они воровали, они пили водку, они издевались над местными. То есть то, что они занимались больше кражами, чем укреплением, показывает то, насколько быстро мы их оттуда выбили. То есть у них в приоритете было ни укрепление позиций, ни тактика, ни какие-либо действия, направленные на оборону. А они хотели воровать, убивать, издеваться над местными. Целыми фурами в так называемый ДНР, ЛНР вывозилось имущество, приезжали тантованные КАМАЗы, определялись квартиры, которые наиболее зажиточные, которые в дальнейшем просто обворовывались. То имущество, которое они вывезти не могли, они просто его уничтожали. Если телевизор, если он, например, не нужен был, они просто его резали ножом, эту диагональ телевизора, просто чтобы повредить его. Потому что если он не достанется ему, не достанется это никому. Так и касается других объектов. Были в офисных зданиях вырезаны розетки, проводка, сняты люстры, сняты выключатели света, сняты ручки с дверей. Про двери даже не говорю. Двери, это понятное дело, что, конечно же, были украдены. То есть настолько все было направлено на просто личный мотив, личную выгоду. У этих людей нет ни в голове, ни какой-либо тактики, ни стратегии. Они не военные, они просто воры, убийцы, бомжи. Вот что про них можно сказать. И о поступках этих людей информации очень много. Известно также, что российские оккупанты обустроили застенки в своем штабе в Балаклее. И там они надевали маски, пытали мирных жителей оголенными проводами. И, как говорил начальник главного управления национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. Давайте услышим его комментарий. Все это зафиксировали полицейские и криминалисты Киевской области, которые проводят осмотр базы российских захватчиков Харьковской области. Пыточную обустроили в одном из отделов полиции. Тут же держали пленных и жили сами. Откровенно поражает то, что рядом с комнатами пыток российские оккупанты развешивали рисунки своих детей. Цинизм, жесткость и невежество агрессоров откровенно шокируют. Андрей Небытов, начальник главного управления национальной полиции Киевской области. Я просто добавлю, перед тем, как Аня вас спросит, подобная история в Киевской области была. Я не помню, в каком это было конкретно городе, просто жилое какое-то помещение, соседняя комната. Тут они убивают, пытают, насилуют, расстреливают. В соседней комнате они готовят себе еду. Российские оккупанты. Мирная жизнь. Параллельная. Как это просто сложить? Слушайте, ну мне было бы попросту, если бы я был бы, да, на месте российского оккупанта, ну как-то есть там в соседней комнате от места убийства, есть. Это как-то, ну, у меня нет слов, наверное, чтобы подобрать. Наверное, отдельный вопрос это по уровню цинизма. А я еще хотела вас спросить по поводу расследований. В любом случае, каждый из вот тех людей, из этих нелюдей, которые такие пытки творили, такое творили, они будут наказаны. Только уже перед каким судом они будут стоять, это уже другой вопрос. Сейчас по работе самой прокуратуры наказать это одно. Главное сейчас найти сам процесс, сами расследования. Насколько сейчас у вас есть доступ к этой информации? Насколько сейчас вы понимаете, можете ли вы вычислить всех этих людей, которые творили зверства на территории Украины? Все прекрасно понимают, что доступа к русским военным, их задержания, либо их допроса, это сейчас физически невозможно. Нашей основной задачей сейчас является сбор доказательной базы с целью дальнейшего осуждения их в международном криминальном суде. Потому что мы правовое государство, мы не Россия, которая может творить беззаконие. Насколько бы очевидными не казались преступления россиян, в любом случае нам нужно показать доказательства. Потому что международный криминальный суд находится в Голландии. Голландцы не все понимают, что происходит в Украине до конца. Судьям нужно показать те обстоятельства, чтобы они своими глазами видели причинно-следственную связь выстрелов и погибших людей после обстрела. Причинно-следственную связь приказа зачистки какого-либо населенного пункта, после чего были уничтожены местные жители, которые, по мнению русских, были каким-то сопротивлением для них. Поэтому мы собираем доказательства, которые можно будет использовать. Такими доказательствами являются следовая информация, а именно мы сейчас делаем упор на отбор отпечатков пальцев с бутылок. Как бы это ни смешно казалось, они любили выпить алкоголь, водку, на которой очень прекрасно остаются отпечатки пальцев. Таких бутылок достаточно в местах их проживания, в местах их работы, чашки, средства личной гигиены, одежда. Оттуда мы отбираем материалы ДНК. В дальнейшем мы сможем эту информацию сопоставлять, привязывать конкретных людей к конкретным ситуациям, конкретным объектам, где они находились. Также мы работаем очень плотно по местным коллаборантам. Это люди, которые являются гражданами Украины, но поддерживали оккупационную власть. Мы их допрашиваем. Задержаны сотни уже людей. Кто-то из них задержан и ожидает меру пресечения. Кто-то из них задержан согласно норму уголовно-процессуального кодекса. И мы их допрашиваем и спрашиваем, в связи с кем они работали. И очень часто эти люди дают нам информацию, рассказывают, потому что они хотят смягчить свою вину, смягчить даже, вернее, не свою вину, а то, что они сделали. Они понимали, что они делали и понимали, насколько это плохо. Они скорее хотят получить более мягкое наказание за свои действия. Поэтому некоторые из них сотрудничают и рассказывают, как это все происходило, дают нам фамилии, названия воинских частей, соединений, батальонов, бригад, которые мы будем, вернее, даже уже используем в наших уголовных производствах, сопоставляем информацию, делаем карты со сположением воинских формирований, для того, чтобы иметь картинку и иметь представление того, как это все происходило. Также мы работаем плотно по социальным сетям коллаборантов. Они очень любили кичиться с русскими паспортами, русскими удостоверениями с разных должностей, куда их назначали, высказываниями против Украины. И эти высказывания мы обработаем и дадим им юридическую оценку. В сети появлялась ранняя фотография человека, который получал российский паспорт. Сейчас же он в Белгороде на вокзале. Такое сравнение до-после, как говорится, прихода вооруженных сил Украины. Недавно в сети распространилось видео, как в Воронеже между собой, скажу так, ругались представители частной военной компании «Вагнер» и «Росгвардия». О подобных конфликтах много говорила украинская разведка, в том числе Главное управление разведки Министерства обороны Украины. К чему я? Просто в братских могилах вместе с украинцами нашли также и представители вооруженных сил Российской Федерации. Закрадывается мысль, что не просто так там были трупы российских военных. Это не говорит о какой-то, возможно, конфликтных ситуациях. Не убивали ли российские военнослужащие своих? Вы знаете, у нас очень много информации о том, как вели себя русские. Это и перестрелки в заведениях общественного питания, в кафе, в ресторанах. Это драки, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это выяснение отношений с местными драками, между собой. Какие-то дуэли, какие-то ДТП в состоянии алкогольного опьянения. То есть вот эта вся информация, она у нас есть, как они беспределили между собой и русские военные, и полицейские, так называемые, и с так называемых ЛНР, ДНР, те, кто приезжали на захваченную территорию. То есть каждый из них, он был... Ну, они творили ужас, творили ужас. Просто отдыхали, наслаждались жизнью, ценой жизни местных жителей, ценой их имущества. Еще один аспект, последний. Вот эти люди, они же возвращаются домой, военнослужащие Российской Федерации. Наворовал-то их где-то там в Изюме, убил нескольких местных жителей, возможно, целую семью, вместе со своими побратимами, и приехал к себе домой, где-то там в Челябинск. Телевизором, чайником. Ну да, 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 да. И с кровью на руках самое главное, как мне кажется. Если вы знаете психологию преступника, как, возможно, будет жить вот этот человек? Будет ли его грозти совесть, возможно, какие-то вещи? Возможно, он будет так же себя вести в своем родном городе, со своими родственниками? Вы знаете, что касается этих людей, сомневаюсь, что на них что-то повлияет, потому что то, что они делали в полном понимании происходящего, они это делали неоднократно. Многое из того, что они делали, было не от приказа кого-то воровать, а от личной выгоды, или они объединялись в какие-то группы между собой и принимали решение обворовать какой-то дом, кого-то убить, кого-то взять в заложники и требовать выкупа от родственников, чтобы они заплатили деньги, потому что деньги люди местные прятали, не хранили их дома, закапывали. Их психология, она другая, она уже изменена. Они никогда не поймут этого, что бы они ни говорили, это мое личное мнение, потому что то, что они делали, это было неоднократно, и это было настолько ужасно, что их жены по телефонным разговорам просили шевроны, обувь убитых военных, какой-то чайник, какую-то одежду, сумки. То есть настолько это искажено, настолько это в корне их существования, что измениться что-либо в их сознании вряд ли уже сможет. И понять, а не осознать, как-то проявить какую-то сочувственность со временем, уже, я думаю, не смогут, потому что это очень глубоко в них сидит. Единственное, что добавлю, после того, как Советский Союз вывел войска из Афганистана, тогда увеличилось количество, в том числе, и преступлений, правонарушений, убийств, грабежей, многого-многого другого. Как только вот эти вот представители российской армии вернутся домой, Россию ждут, ну, скажем так, время не менее жуткое, чем то, которое российская армия проводила здесь, в Украине. Дмитрий, спасибо вам огромное. Напомню, Дмитрий Чубенко был с нами на связи, спикер Харьковской областной прокуратуры.